Мы редко задумываемся о том, что происходит в ту самую секунду, когда жизнь заканчивается. Мы знаем, как бьется сердце, как работают легкие, как мысли приходят и уходят. Но что случается с нашим разумом, когда сердце делает последний удар? Этот фильм о последних мгновениях работы человеческого мозга, о том, что говорят ученые, что показывают исследования, и что мы пока можем только предполагать. Добро пожаловать в исследование самой загадочной границы, границы между жизнью и смертью. Смерть часто представляют как мгновенное исчезновение. Сердце остановилось, и все. Но что, если это не конец, а начало самого загадочного и насыщенного процесса в нашей жизни? В 2022 году канадские врачи случайно зафиксировали электрическую активность мозга пациента прямо в момент смерти. Его сердце остановилось. Но нейроны еще 30 секунд работали на полной мощности. Самое удивительное, активность была не хаотичной, а в виде гамма-волн. Именно они связаны с яркими воспоминаниями, эмоциями и осознанием. То есть в момент смерти мозг не затухает, а вспыхивает как последний фейерверк. Ученые называют это нейронным салютом, моментом, когда миллионы цепочек памяти активируются одновременно. Это не просто фраза «жизнь пронеслась перед глазами». Это мгновенная, сверхконцентрированная перегрузка памяти, эмоций и ощущений. Эволюционно это могло быть защитным механизмом. В природе даже после смертельной раны животное может еще успеть среагировать, спастись или напугать врага. В 2013 году команда Мичиганского университета исследовала мозг крыс в момент смерти. Через 30 секунд после остановки сердца активность достигала пика, превосходящего показатели бодрствования. Подобные всплески замечали и у людей в реанимациях. Ощущение, что мозг делает последнюю попытку сохранить все важное перед отключением. Многие, кто пережил пограничные состояния, описывают странные чувства. Время будто замедляется. Это не мистика. Гормональный шторм, выброс адреналина, эндорфинов, дофамина меняет работу мозга. Секунды могут ощущаться как минуты. В момент смерти, возможно, мы успеваем прожить целую дополнительную жизнь. В субъективном времени. Существует и другая гипотеза. Мозг не генератор, а приемник сознания. Как радиоприемник ловит волну. Тогда момент смерти – это не исчезновение, а разрыв соединения. И последние импульсы, которые мы ощущаем – это эхо уже уходящего сигнала. Этот взгляд объединяет нейронауку и философию, оставляя место для того, что мы пока не можем измерить. Хирурги и реаниматологи иногда сталкиваются с тем, что пациенты, находившиеся без пульса, позже вспоминали события в палате. И хотя этому можно искать объяснения в виде остаточной активности, порой детали слишком точны, чтобы их списать на случайность. Мы еще далеки от полного понимания, где заканчивается биология, и начинается то, что выходит за ее пределы. Если момент смерти – это концентрат всей жизни, то, возможно, именно он несет главный смысл. Зная, что мозг не умирает мгновенно, мы иначе смотрим на собственный конец и на то, что будет в эти секунды. Вопрос только в одном – хотели бы мы знать, что именно почувствуем. Момент смерти – не выключатель. Это сложнейший и, возможно, самый загадочный процесс, который мы когда-либо переживем. И он уже ждет каждого из нас, но узнать его мы сможем только однажды. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск нового видео. Дальше будет много интересного.